Доброго дня, уважаемые радиослушатели! В прямом эфире программа «Рокология» у микрофона Анастасия Трибунская, наши сегодняшние гости, музыканты группы «Арктида», еще и в полном составе. Ребята, всем привет! 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 Здрасте! Как у вас? Всем привет! Как дела, как настроение? Да! Мы сейчас сюда ехали и спрашивают, какой будет первый вопрос, как дела, как настроение? Серега выиграл. Да, дядь, дядь, мои пацаны! Я прибыли! Мой был вопрос, когда ехали. Или кто задавал, когда ехали? А четвертый был, как вам Питер, да? Да, а потом, когда будет новый альбом? Вот последний вопрос у меня, между прочим, даже не заготовлен, но вы можете ответить на все предыдущие. Питер ништяк, мы прогулялись вдоль бетонного забора. Да, нас выгнал таксист из машины. Причем, когда мы решили с ним поговорить по-мужски, он уехал очень быстро. Испугался? Нет, на новый заказ спешил просто. А, так вот почему слил. Там, видимо, было дороже. Наверное. У него просто машина больше трех человек не могла с собой везти, поэтому четвертого выкинули. Четвертым, по его несчастью, оказался я. Поэтому пацаны солидарно, они сказали, заколебали мы менять вокалистов, этого лучше оставим, лучше таксист пускай уезжает. Вот и таксист уехал, надо же 18 детей кормить. А вдруг таксист был лучшим вокалистом? Может быть. Всего мира. Может быть. Но он представил... Он не был похож. Он не был похож. Внешность тембанчева. Да, вот был же Подкосов, тоже похож на вокалиста, видишь, как получилось. Вот так вот. У меня, кстати, внешность... Настроения у нас хорошие. Это прекрасно. Ну, сегодня в Санкт-Петербурге в клубе Джаггер состоится юбилейный концерт группы, куда всех, конечно же, приглашаем. Площадь Конституции 2. Всем быть. Сегодня в 20.00. И вообще, чего ждать от концерта? Помимо концерта. Громко. Громко, громко, весело. И пьяненько. И пьяненько. Чего ждать от концерта? Мы приехали в клуб, я вообще впервые в этом клубе, и я обалдел. Как по мне, так это прям топ. Поэтому мы ждем от концерта хорошего, качественного звука. Мы ждем полный солд-аут. Мы можем, конечно, сколько угодно ждать, но там будет полный солд-аут. Мы ждем совместного пения, потому что все-таки хотелось бы, чтобы зал пел вместе с нами, особенно когда я слова забуду. Или там Вася Соло залажает, и зал такой... Языками поработать. Еще мы ждем, когда Дима нам спарта вернет. Ну, это понятно, это уже после концерта. Вот, так что мы ждем, что все будет круто. Все будет качественно, громко, красиво. Там прям оборудование топчик. Вот мы приехали, мы его кайфанули от одного только вида. Ждем вот этого. Главное, чтобы оно работало. Позитива ждем. Позитива, поддержки от слушателей. Вот мы все время сравниваем, где мы больше соберем, в Москве или в Питере. Вот, ну не может Питер столько раз проигрывать подряд, понимаешь, по количеству. Ребята, срочно у вас есть еще пару часов, чтобы прийти. Сделайте Москву! Да. Покажите ей, как надо на рок-концерты ходить. Да. Вот. Приходите. Мы-то придем, или вы это сейчас слушатели? Я слушаю. А, слушатели, приходите. Приходите. Я знаю, группа Артида. Приходите на свой концерт. Да. Не, ну, вы, конечно, можете не прийти, но лучше приходите. Мы постараемся. Главное, чтобы таксисты довезли. Вот. А в 6 часов состоится митинг-грид, куда может попасть каждый человек. Там по ссылке заходите в Контач. Там вся информация есть. Что будет на митинг-гриде? Мы будем петь песни под гитару. Это вообще эксклюзивчик. То есть эти песни мы не будем исполнять на концерте. Потом, ну, фотосессия, там, что еще, автограф-сессия. И небольшой розыгрыш мерча. Ну, вот у вас, да, митинг-грид все время это не просто там, как у других групп, прийти, пофоткаться, получить автограф, а прямо целое отдельное действие. Да, мы... В этом и смысл. Поэтому он, ну, как тебе сказать, он же за денюжку. И как бы мы должны это оправдывать, чтобы люди остались довольны. Вот, понимаешь, вот у нас есть там минут 40, допустим, да, перед запуском зрителей. И нам надо сделать так, чтобы зритель, который пришел вот на митинг-грид, да, они покупают дополнительные билеты, чтобы они остались довольны, они остались счастливы. И ништяки какие-нибудь получили, и получили какой-нибудь прикольный эксклюзив. Это, нам кажется, это прикольно, это делает нас ближе к зрителям, как минимум. Да, то есть, и... Это дополнительные впечатления еще. Это дополнительные деньги еще. Ну, кому деньги, а кому впечатления. Не, ну, порадовать своего зрителя, это на самом деле очень здорово. И отдать возможность, ну, как бы, если человек хочет прикоснуться к группе с другой стороны, да, то есть, не когда вот он, мы на сцене. У нас, кстати, был же прецедент на московском концерте, когда человек просто вылез на сцену, да, ну, там, как бы, конфликтная ситуация произошла. Вот для таких людей, которые хотят поближе к музыканту быть, есть митинг-гридом. Митинг-гридом, да. Как это, мит мясо, грин, это зеленый, вообще не связано с митинг-грид. Вот, но тем не менее, туда можно... Что ты несешь. Да, туда можно прийти, потрогать Машкова за ногу, и он, кстати, за это даже не ударит. Точно? Можно вместе с нами спеть, да. Да, мы попоем вместе, конечно. То есть, именно с... Просто непринужденно... О, знаешь, как скажу, Дима. Вот у Димы есть... Были в молодости в его тусовке. Вот это тот же самый элемент тусовки с музыкантом. Вот ради этого вот я бы, например, заплатил за тусовку с Кипеловым, да. Вот, если бы он тусить умел. Вот. А так он умеет просто круто петь, поэтому и митинг-грид и не делает. А Дима умеет делать крутые тусовки, поэтому есть митинг-грид. Ну и вот тоже, допустим, есть музыканты, скажем так, более... Ну, не то, что более известные, короче, собирающие... Спасибо. За большие деньги залы, вот, у вас же все относительно... Человеческий ценник-то, в том числе и на митинг-грид. А есть музыканты, которые... Да-да-да, Сергею приятно. Вот. А есть музыканты, которые берут за митинг-грид там 10 плюс, и за это просто получают люди автографы и фотографии. Вот что на этот счет думаете? Насколько это, скажем так, адекватно по отношению... Ну, Кулчин оборзел. Жень, привет. Да, Женя вот сидел на этом месте буквально вот неделю назад. Да. Ну, отсюда информация про 10 плюс, да. Да никак мы не относимся. Мы делаем, как нам нравится, и все. А те группы, которым нравится делать, как они делают, пусть делают. И если люди, которые приходят на концерты, на их концерты, и платят столько денег, ну, хорошо, мы не осуждаем. Почему мы должны осуждать? Мы порадоваться должны. То есть люди выставляют ценник, этот ценник срабатывает. Ну, как бы, смотри, это же тоже работа, понимаете? Люди всю жизнь там сочиняют песни, работают над образом, шьют костюмы. Это все, ну, каким-то образом должно окупаться. Потому что если это не окупается, то нет и шоу. И вот этот, если элемент шоу тоже продается, ну, как бы здорово, это значит, человек раскрутился до такого уровня, что он может себе позволить продавать такие билеты. И они покупаются. Как мы относимся? Позитивно. Молодцы, ребята. Мы не за, мы не против. Мы просто говорим, красавцы. Сделали. Материться же можно? Ты же разрешила, да? Нет. Вообще, было слово «конечно», я слышал. Можно материться? Конечно. Нет. Конечно, нет. Я не слышал слова «нет». Там был ветер. Да, слова не было. Слова не было, да. Молодцы, молодцы, ребята. Смогли раскрутиться до такого ценника? Ну, респект. Окей. И вот сказали, что клуб всем понравился. Почему именно вот он был выбран? То есть, ну, все в первый раз в этом клубе. Почему выбор пал именно на него? Это организаторы? Да, нас организаторы позвали, предложили отыграть в их клубе, в Джаггере, да? То есть, он, я так понимаю, недавно переоткрылся. Ну, да. Вот. Он вообще новый, и аппарат там очень хороший стоит. И у меня хорошее предчувствие. Вот. А я просто предложил, говорю, о, смотри, отличный повод. У нас 20-летний концерт прошел там в 16 тоннах в Москве. Я говорю, вот, отличный клуб для 20-летнего. Он говорит, да, отличный повод, запускаем 20 лет. Все очень просто и тривиально. И прям по-деловому. То есть, без лишних соплей, да. Без лишних слов, без лишних соплей, без лишних конфликтов. Все по порядку. Так что все будет хорошо. Ну, это само собой. А вот почему юбилейный концерт без каких-либо гостей? Без кого, например? Ну. Сейчас я еще пятак выиграю. Серега еще один пятак выиграю. Вот, ну, не было ли в планах пригласить, допустим, юбилейный концерт со всеми музыкантами, вокалистами? Ты хотел, чтобы я имя назвала? Да. Не назову. Не дождешься. Нет, мы вообще про другого, ну ладно. Нет, на самом деле просто, во-первых, все работают, да. Там один вокалист в Воронеже живет, да. Другой вокалист, черт знает, по-моему, в Кемерово уехал. Что еще? Басист вообще в Улан-Удэ. То есть, в Москве как-то получилось. Они приехали. И причем как-то сами звезды сошлись. Там как-то они просто, о, я в Москве, давай отыграем, давай отыграем. Здесь, к сожалению, ну, ты представляешь, их сюда везти. Это дополнительная нагрузка на организатора, но мы все-таки же не, как это... Неплохие люди. Неплохие люди, да. И как бы надо дать возможность заработать ему. Ибо сейчас цены на билеты из Сибири, это просто что-то невероятное. Пешочком, пешочком. Пешочком? Ну, это должна быть очень высокая мотивация, когда ты мужчина за 30, и у тебя есть свой бизнес, нахер надо. Аргумент. Да? Я матерился, я сматерился. Да нет, я просто сейчас задумался, а у меня какая мотивация тогда. Ты в Москве. Ну, мы-то сейчас не в Москве. Я-то про Теркина, там, про первый состав, там, и так далее. А если брать вот именно уже последующие составы, там, тот же Савченко, он же в Москве, насколько я его знаю. Ну, Костя не любит вспоминать о своем прошлом в Арктиде, а Арктида не очень любит вспоминать о своем прошлом в Савченко. Да. Хотя, хотя, откровенно, у меня, конкретно, лично, у меня с Костей нет никаких, там, сложностей. Мы замечательно в какой-то момент выступили разок, спели, по-моему, там, на горизонте, был момент. Костя даже не пришел на... ну, в Москве не пришел. Мы его приглашали, он такой? Не. Ну, давай так, мы с уважением относимся к его желанию или нежеланию, поэтому, ну, просто не бередим ему, там, не надоедаем с предложениями. Ну, как бы, человек отказался раз, два, три, дал понять, что ему это неинтересно, ну, значит, надо жить дальше. Наверное, так. Он свой вклад прекрасный уже внес, поэтому... Ну, да. В принципе, Арктида и таким составом дает прекраснейшие, мощнейшие концерты, так что гости не нужны. Запомнили, парни, да, все? Гости не нужны, все. Всех плюс один выписываем, короче, да? Все по билетам. За сто процентов. Эх, ну, ладно. Предлагаю послушать песню. Какую? Кровь за кровь. Кровь за кровь? Король дороги. Да. Штиль. Штиль. Да нет, Валаш. Нет, лесник, вот, у меня шарф Короля Шутки, кстати, здесь купленный, в Санкт-Петербурге. Вот, прям кайфую, горло сейчас защищает, пытаюсь восстанавливаться. Горшок защищает твое горло. Да, да. Горшок для горло. Моя шея в горшке. Хорошо, пока твой шея в горшке, слушаем. Валашский князь в прямом эфире на Радио Шок. Эй! В прямом эфире на Радио Шок программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. В гостях у нас музыканты группы «Арктида». И вокалист. А, музыканты и вокалист, хорошо, да. Кстати, мы же не объявили людям, кто у нас сегодня в студии, вдруг кто-нибудь не знает и не знаком с группой «Арктида». У нас, кстати, есть опять же чат, куда можно писать свои вопросы. И вот у нас сегодня во втором выходе объявим Сергей, вокалист. Да, Сергей Лобанов, не будем путать. Ох, да, Сергей Лобанов. Благодарю. Дмитрий Машков, клавиши. Да, Владимир Алешкин, да? Алешкин, да. Кря. Да, барабаны. Василий Кошелев. Здрасте, здрасте. Здравствуйте. Гитара. В два микрофона говорил, красавчик. Да, но с двух сторон подставляют, прекрасно же. Я заразилась от вас, ребят. Это от Димы. Итак, группе 20 лет уже. Да, от меня. Так, группе 20 лет. А, учитывая, да, что ты там рассказывал, чем ты болеешь на фестивале Fantasy Fest, именно всем и заразилась сразу, видимо, да? Там, я не знаю, там был коктейль, чем-то, скорее всего, кого-нибудь, да, умудрился. Группе 20 лет. Группе 20 лет. Соленый срок. Как оставаться на плаву... Какой с Алиной срок? Солидный, солидный. У нас просто, да, директор фан-клуба Алина как раз с Алиной срок. А, с Алиной срок. Уже есть 18 лет. Да, есть. А, да, ссори. Уже не срок. Уже не срок. Как оставаться на плаву командам в нынешнее время, вот, столь долгое... Когда утопленник, ну, наполняется газами, он всплывает. Не-не-не, просто надо изначально быть... Ну, и не утонешь. А, то есть вы такой стратегии придерживаетесь? Сто процентов. Автора текстов музыки, согласен? Нет. Они единственное, что исправляют... Ладно, шучу, Дин, давай, правдивую версию. Да что значит оставаться, команда? Просто делать то, что делаешь, и все. Тут нету никакой такой пилюли, ой, надо сидеть по утрам, мотивировать, аффирмации говорить, а потом вечером ты себе на ночь говоришь, как много ты сделал для этого мира. Херня это все. Просто делай и делай, и оно будет идти. Если ты не будешь ни хера делать, то у тебя ничего не будет делать. Как бы под лежачий камень, да, как говорится. Вода не течет. У пущенной стрелы есть шанс попасть 50% в цель. У непущенной нет. Вот и все. Сейчас материться-то нельзя. Короче, работайте, работайте больше, и все. Прекрасно. И вот как считаете, от чего зависит количество человек на концертах? То есть сейчас такая статистика довольно печальная, что мало народу ходят на команды, даже довольно известные. Все зависит, конечно же, в первую очередь от финансового состояния людей, которые ходят на концерты, да. От цены на билет. От цены на билет, но в первую очередь, наверное, даже, а во вторую очередь это реклама. Чем лучше реклама, соответственно, ну, совместно с пиаром, то есть маркетинг. То есть понятно, какой бы у тебя материал классный или дерьмовый не был, ну, на примере всяких там не-рок-звезд, которые сейчас собирают стадионы, слушаешь их материал, ну, ты понимаешь, что, ну, объективно, да, как музыкант. Слабее. Слабее. Да, то есть просто ересь такую несет со сцены. Почему? Значит, продвинули. Продюсирование хорошее. Да, то есть, ну, я считаю, что количество людей зависит очень сильно от маркетинга. А вот почему именно рок-индустрия так печально развивается вот в этом вопросе? В России? Да. Конечно, в России. Мы же в России. Вроде бы. Все вопросы к Милонову. Да, не чокай за рок-н-ролл. Так, если честно, сложный вопрос. Ну, я думаю, во-первых, потому что у публики сложился такой стереотип касательно рокеров, что это алкаши, наркоманы и говнари. Вот. Соответственно, красивые телочки туда не пойдут, которые слушают рэп, да. Во-первых, еще на концертах звук непонятный, да, то есть слова непонятные. Вот. А в России, ну, что еще можно, что еще можно приплести? Не, ну, слушайте, я вообще в целом не согласен с тезисом. Мы сейчас, когда говорим про рок-музыку, мы говорим про динозавров, типа вот там. Хотя Арию сюда мы не берем, кипело, у них там все замечательно. Группа следующего эшелона, такие классные, допустим, как Черный Обелиск, да, они все равно собирают меньше. Но посмотрите на то, что сейчас считается типа роком, да, это там порнофильмы какие-нибудь, да, взять группу Добро, которая считается тоже рок-музыкой. Новая волна, она все равно развивается, развивается по-другому, и туда ходят люди. Значит, что-то может быть со звучанием, может быть, людям сейчас тяжело слушать вот такие перегруженные гитары в массе своей. Это громко на концерте, нет тех басов, чтобы эти бубинцы и подпрыгивали. Но может быть вопрос еще в этом. Поэтому, может быть, просто молодежь в принципе сейчас воспитана на том, что там же какой принцип у молодежи? Нельзя слушать, и мне не должно нравиться то, что нравилось моим родителям. Это типа зашквар. Через поколение, наверное, рэп, вот это уже будет родительская тема, будет рок у следующего поколения. Тогда будут новые там свои кумиры. Просто должны меняться поколения и должны меняться вкусы. Просто потому, что одно и то же не может нравиться и отцам, и детям. Вот нашим отцам нравилось там одно. Мы сейчас вот металисты, мы типа другая волна. После нас идет там третья волна. Все должно меняться. Не зря же говорят, что все идет по спирали. Мы просто вот в такой волне спирали. Наверное, так. Резонно. Ну вот тоже часто сталкиваюсь с таким мнением, что вот сейчас именно в металле сложно сделать что-то новое. И люди перестают ходить на эти концерты, перестают слушать эту музыку, потому что металл это вот, ну, перегруженные гитары, длинные соляки, все, в общем, все стабильно, все предсказуемо. Тогда, как в других жанрах, можно больше, как бы более гибко развиваться. Вот что на этот счет думаете? Ага, согласен, почти. Поэтому у нас сейчас так дохерища кавера встала. Позвони мне, позвони. Такая прям новая тема. Выдумали с нуля, да? Сейчас куда ни плюнь, везде идет переосмысление старых хитов. На самом деле мы даже этого сейчас не замечаем. Я иногда думаю, я еду в машине, слушаю разные радиостанции, которые нельзя называть, и слышу, что я это уже слышал. Я понимаю, откуда я это слышал. Думаю, ну, значит, кавер. Нифига. Оказывается, что ну просто все думают, что про те песни забыли, и там типа спустя там 40 лет их просто играют там заново. С другими аранжировками, по-другому чуть-чуть перекладывают ноты, но по сути это та же самая мелодия. Все циклично. Я бы не сказал, что нет ничего нового в металле. Все то же самое можно играть по-разному, по-разному аранжировать. В других жанрах то же самое происходит. Берут старые хиты и переделывают на новый лад. Нет разницы в жанре вообще. На самом деле мало чего определяется с точки зрения мелодики. Мелодики как были, там металл же устроился вообще, по-моему, на классике. Берут классические мелодии, да, и, ну, как бы кладут на новый звук. Вот, поэтому это не вопрос к жанру. Это вопрос просто в короткой памяти людей. Поэтому, ну, мне кажется, что именно так. Дим, может что-то добавишь? Ну, добавлю еще что. Ну, именно металл, его же много, подвидов целый вагон, они все равно там появляются новые, да, новые поджанры, да, то есть синтезированные. Вот, но в целом, как бы в том жанре, в котором мы играем, да, в том жанре, как бы, пауэр-метал, да, как нас... Симфорок. Симфорок, да, мы все пытаемся уйти от лекал пауэр-металла, потому что, ну, он реально очень нишевый, и он уже сформированный. Там, да, все сказано. Там уже, ну, как джаз, знаешь, вот он уже вот устоялся вот так вот, и вот у него есть каноны. Ну, вот сколько лет джазу, честно, я не помню, по-моему, он где-то там с 20-х, с 30-х годов, 20-го века. Ну, вот металл чуть помоложе, лет на 50-60, ну, вот через лет, еще через 50 лет металл будет как джаз, его будут слушать спинсне в ДК железнодорожник, тот, что в Уссурийске, в Самаре и там, и где угодно. Что ты сейчас в Уссурийской Самаре обижаешь? Почему? Что ДК железнодорожник? Я бы там выступил, кстати. Он просто есть в каждом городе. Ну, условно говорю, что это будет уже культурное наследие такое, это будет музыка не для всех, это будет не попса, это будет устаившийся жанр, как классика, да, то есть классическая музыка, да, там есть классицизм, романтизм, да, там, и так далее. И металл это один из жанров музыки, который займет свою нишу, как бы, вот в истории. Он никуда не денется. Его будут играть, будут проходить метал-фестивали, там, игра на воображаемой гитаре настоящей, будут проходить, уже проходят гитар-баттлы, то есть, в принципе, рок сам по себе, если я понимаю, к чему ты ведешь, я думаю, что ты говоришь, что сейчас рок умирает. Нет, он не умрет, он просто останется вот, ну, вот такой, какой вот он есть. Что-то туда добавить, ну, лет через 30-40, опять же, как Серега сказал правильно, будет цикличность какая-то, когда подзабудут, а все новое, хорошо забытое, старое. Вернется? Я вот так думаю. Есть еще один важный момент. Рок все равно интегрируется в современную попсу. Ну, конечно. И мы сейчас часто слышим, там, типа, лазаревские песни, которые звучат, как хороший такой нормальный ракешник. Лепса, послушайте, ну, как бы это... Вообще металл. Это чистый металл, но он уже в жанре попсы, поэтому есть такая диффузия жанров, поэтому и металл в чистом виде, наверное, перестает быть настолько актуальным, когда он интегрируется в попсу, которую легко продвигать. Ну, да. А Василию есть что добавить, как гитаристу, то, что ты молчишь, сидишь? Да, в принципе, парни все по делу сказали, вот, так что я думаю, что да, металл сейчас он, я думаю, он уже, в принципе, сформировался, как можно аналогию с джазом действительно произвести. Вот. Все сформировалось, ничего нового особо не появляется, он никуда уже сильно не уйдет, он будет такой, как сейчас примерно есть, да, то есть действительно, вот, по сути, все уже так же, как в джазе. Есть фесты, вот, есть небольшие клубы, где выступают группы, собирают столько человек, сколько они собирают. Ну, и, в общем-то, все. Тупиковая ветвь эволюции. Да, в общем, металл, он сформировался, как Жанна Расселина. Поэтому приходите на концерт. Да, поэтому приходите к нам, мы вам покажем что-то новенькое. Что именно у нас там сформировалось? У нас что-то сформировалось. На концерт сегодня клуб Джаггер в Санкт-Петербурге, начало в 20.00, всем быть. И вот в ноябре вы отправляетесь в небольшой дурк по Сибири, и вопрос от сибирских фанатов, которые не могли слушать сегодняшний эфир, так как находятся в дороге, в работе, но просили вот задать вопрос, какие сюрпризы готовите? Мы приедем. Мы приедем. Это первый сюрприз. Это сюрприз, да. Мы же там за 20 лет ни разу в этих городах не бывали. То есть Новосибирск, Новокузнецк, Омск и Томск. Томск тоже там? Омск, Томск, Новосибирск, Новокузнецк у нас. Ново-Ново, Ома, Тома там, что-то там такое. Вот, в любом случае, первый сюрприз, что мы туда все-таки добрались, вот, и чего там ждать? Ну, во-первых, это будет программа презентации альбома нового. За 20 лет. За 20 лет, да. Первый. Первый, ну какой первый, нет. Это будет презентация всех альбомов за 20 лет? Я думаю, что, как и для всех, это многие слушатели, которые нас не слышали до этого, да, в записи, приходя на концерт, говорят, охренеть, говорят, почему я раньше вас не слышал, угарно. Ну, я думаю, что для них будет сюрпризом именно наш угар на сцене, именно наша интерактивность и, ну, наверное, искренность. Да, мне просто не очень понятно, какой может быть сюрприз, когда вот ты ни разу реально группу вживую не видел, и, ну, сюрприз это когда что-то отличающееся, да, от предыдущего. А предыдущего-то не было. Как бы, никогда. Здесь может быть сравнение с записями. Слушай, знаешь, я вот сейчас приведу тебе пример. Завтра у меня первая брачная ночь, какой у меня будет сюрприз? Возможно, охренеть, какой у тебя будет сюрприз, да, но ты, в принципе, не можешь себе представить, что произойдет. Вот, поэтому группа Арктида приедет, хрен его знает, что от нее ждать. Все это один большой сплошной сюрприз. Ты увидишь член организма, да, там. Ну, это про перед брачной ночью, извините. Да я не об этом, ну, раз вы об этом... Вот это будет сюрприз. Кстати, однажды, да, у Димы был сюрприз. Да. Он прям не стеснялся. И песня про «Ах, как мне нравится», примерно про это, но пришлось концовку переделать. Там была альтернативная концовка, что он... Ты знаешь эту песню? Конечно. Да, там, короче, когда он под юбочку и запускает руку, а там рученька, ручничок такой небольшой появился. Ну, такая таиландская версия. Да, да, да. У нас, кстати, шутка тоже такая возникла. Шутка-вопрос. Скажите, пожалуйста, дорогие слушатели, как вы считаете, в какой стране чаще всего существует фантомная боль у мужчин? Правильный ответ – Таиланд. Я думал, что с радиослушателем напишут, у нас ручат есть, чтобы народ там подумал, а ты все сразу сказал. Да ну, брось еще об этом думать, это так, поржали и ебанки. Про пиписки шутить, ну еще зачем? Ну, не гоже 35-летним мужчинам об этом шутить. Грустить надо, да? Возвращаемся к концертам. Да. Почему именно в Сибирь решили поехать? Потому что вот это первый раз туда едете, либо там целенаправленно хотели вот только туда и никуда больше? Нет, организатор просто написал, говорит, здравствуйте, мы хотим вас видеть. Мы говорим, ну хорошо, вот повод. Вот мы. Лучше бы вы хотели нас слышать, да? Вот повод, да. Мы хотим вас видеть, мы хотим вас слышать. Да, да, да. Дополняя интерактивную картинку Сережи Лобанова. И просто, да, то есть, опять же, нас пригласили, говорили, давайте тур, давайте тур. Какой повод? Я говорю, ну, есть 20 лет, есть презентация альбома. Они говорят, нам больше нравится презентация альбома. Ну и во всех четырех городах мы решили устроить презентацию альбома «Музыка ветра, земли и огни». Все достаточно просто и банально. Это тривиально, все по полочкам. Нету там какой-то, опять, ты встаешь утром и аффирмация, надо ехать в Сибирь, надо ехать в Сибирь. Как вы поняли, Дима прочел новое слово в словаре Даля – аффирмация. Я уже дважды применил ее в этом эфире, показывая свою эрудированность. А вы до этого не слышали от него это слово? Нет, впервые сегодня. Он готовился к нашему интервью. Я нет, это слово слышу практически каждый звонок своей мамы, в смысле, это слово слышу, когда разговариваю со своей мамой. Аффирмации прочитал, я говорю, нет, почему ты не читаешь аффирмации? Вот, вот, и я решил на эфире, мама, привет, если ты меня слушаешь. Надеюсь, нет, да? Да. А что такое аффирмация, Дима? Утверждение. Аффирматив. Ага. То есть это... Это англификатор. Англификатор, да. Это только хотел сказать, у нас же импортозамещение. Да. Утверждение, утверждаторы. Слова утверждаторы. Да. В общем, нет никакого сакрального смысла, просто пригласили на концерт, мы говорим, давайте прокатимся с туром, с альбомной программой, вот и все. Ну, плюс ко всему... Опять же, кто из Сибири слушает, почему-то им больше нравится там старый материал, они спрашивают все время, будет старый материал? Старый материал будет, обязательно будет. Конечно, мы едем в первый раз в города, конечно, надо показать и старые песни, ну и новыми тоже надо похвастаться. Сто процентов. Плюс мы еще часто же наблюдаем в комментариях вопросы, когда приедете к нам. Вот, ну, собственно, это ответ, вот мы к вам приехали. Дождались. Терпите теперь нас. Да, и по такому случаю Новокузнецк 16 ноября, Томск 17 ноября, Новосибирск 18 ноября, Омск 19 ноября. В официальной группе Арктида все ссылки есть, билеты можно купить, так что вступайте, заходите, приходите, слушайте Арктиду. А сейчас предлагаю песню послушать, что мы... Слушай, ты сейчас рекламируешь, а там это у вас... надо же эти токены составлять, сейчас же закон о рекламе вышел, не? Или нормально? Ну так я же рекламирую группу, с которой у меня интервью. Ой, короче, ты... Ладно, не заморачивайся. Откройте форточку, здесь стало душно. Я зову людей на их концерты, они нет, чтобы спасибо. Не, не, конечно спасибо, просто мне было бы странно. Я наоборот, я беспокоюсь. Вдруг сейчас придут дяденьки со штрафами и будут тебя кошмалить. Да не, смотри, тут же еще в чем вопрос. Вот Настя что сказала, говорит, билеты уже продаются. Было бы странно, если бы мы такие, мы едем, короче, в Томск, но билеты не продаются. Такие, знаешь, такие в Томске. Не, они такие продались, а мы не приехали. Не, ну это хуже, это уже другая история. Ты же сам говоришь, говно надо быть, чтобы не тонуть. Как оставаться на плаву, да, шоу-бизнеса? Согласен, подловил, молодец. Детс как мало. Песню? Какую песню слушать будем? Ну, я не знаю. Какая тебе больше нравится? Какая тебе больше нравится? С Лобановым. Я так полагаю, тут камни летят в огород моей группы, да? А мы уже теперь твоя группа? Нет, паблика, паблика ВКонтакте. Давайте Моцарт послушаем. Какие камни, о чем ты? Гранит. Моцарт военного дела? Да, отличная песня. Давайте с нового альбома до Моцарта послушаем. Есть что о ней рассказать, может быть, хотите? Да уже, слушай, столько рассказано, но, в принципе, если у меня есть две минуты, да, песня о великом... А, Серега, ты представляешь, о великом российском, русском... Русском, давай-ка не будем вот это вот. Да-да-да, имперском полководце, да? Граф Суворов. О графе Суворове, да, который не проиграл ни одной битвы, и, соответственно, поэтому мы назвали его Моцартом военного дела. Это аллегория, потому что Моцарт именно рицательная гения. Мы хотели назвать песню гений военного дела, но подумали, что, блин, Моцарт это... Ну, мы же музыканты, и мы с музыкальной точки зрения, и Моцарт военного дела с музыкальной точки зрения как-то поэтичнее. Тут недавно мне написал один товарищ, что же веселый, на веселе наш был, говорит, а что же вы не назвали песню Вагнер военного дела? Я такой думаю, ммм, ты с этого края решил пальчик всунуть? Не, не пойдет. Просто было 300 лет назад, 200 лет назад это, или сколько там, господи? Давно. Века назад Вагнер тогда не существовал. Ну, в общем, мы гордимся, на самом деле, вот таким нашим ярким представителем русской цивилизации, который не просто побеждал, он очень берег и ценил солдата. Вот это очень важно, об этом часто забывают. Да. Отличный рассказ, слушаем Арктида, Моцарт военного дела в прямом эфире на Радиошок. Музыка стройная, душа живой, словно симпатия, на себя в безмертный бой, моцарт военного дела. Музыка стройная, душа живой, бережи руя с судьбой, желая конца напетела. Музыка стройная, душа живой, словно симпатия, на себя в безмертный бой, моцарт военного дела. Принемом эфире на Радиошок, программа Ракова. Дикфик. Это же не мат. Вообще-то это была реклама Чай Пиквик. Пиквик. Мы правда, дорогие слушатели, мы правда ничего не курили, мы просто реально в хорошем настроении. Отвечай на твой самый первый вопрос, как настроение, оно у нас отличное, конечно. Да. Это наше третье интервью, и группа Арктида всегда в прекрасном настроении, и это прекрасно. Хотя нет, ну у Летаева там торопились, там шуток не было. Просто там не было Сергея. Почему были? Без Сергея шутки не те. Без Сергея шутки не пошлые, да, и не расистские, и не... И не блядские. И не блядские, и не эти, не провокационные и так далее. Короче, да, там все было четко, коротко, емко и по делу. Да, без мерзости. Ну, вроде того, я уже плохо помню, естественно. Ну, да, без меня обычно так и происходит. Да. Так вот, сейчас стало довольно популярно давать акустические концерты, и у вас совсем недавно такой был. Да. Как считаете, в чем их преимущество? Не в чем. Прекрасно. Не, а для кого преимущество? Сразу вопрос, давайте обозначим. Потому что для музыкантов преимущества нет никакого. Это заново аранжировать песни, да, это заново готовить, это новые партии, это совсем все по-другому. Для слушателя, Дим, вот как ты считаешь, есть для слушателя какое-то преимущество? Ну, я думаю, что да, есть определенное преимущество по сравнению с метал-концертами, с рок-концертами. Потому что метал-концерт это всегда, ну, рубилово, громко, ну, то есть вот так вот все там высвобождают своих демонов. Козябельно. Да, а акустика, она более... Интимная. Интимная, да, такая, знаешь, и... Спокойная. Близкая. Она близкая к слушателю, правда. Комфортная, да, какая-то. То есть ты можешь легче общаться с публикой, потому что они не разогреты, они не орут там всякую море водки там или что-нибудь, сыграй там мурку там и так далее. Интеллигентные. Они просто, да, более интеллигентно как-то и более все... Квартирникам, например, отдает. А квартирники, они всегда душевные. Вот. И, ну, и, собственно, нет, ну, у акустической гитары уже не просто так столько веков существует. Это красивый инструмент, да, красиво звучащие инструменты. И под нее песни всегда звучат, как на творческом вечере, там, кого-нибудь на другом радио. Локучавы. На другом радио, не будем говорить, мне запретили говорить. И материться, но материться разрешили. Нет. В конце я скажу это слово. Нет. Ну, на самом деле, Дима прав, там больше интеллигентов, поэтому к нам на сцену интеллигентно вылез один товарищ. Выдлоган? Именно, да нет, на самом деле нормально. Мы потом разобрались, что к чему, вот там непонятки вышли. Но тут еще... Ты все-таки ему хрюсло разбил? Нет, зачем? Зачем? Я стараюсь вот не махать кулаками с людьми, которые, в общем-то, ко мне с добрым поздом. Ну, только головой. Да неважно. Смотри, Настя, тут вопрос еще в чем. Акустические концерты разные. То есть, есть люди, которые делают все то же самое, по сути, но только на акустической гитаре, да? Наши же акустические концерты отличаются тем, что мы вообще, в принципе, делаем другую аранжировку и привязываем к каким-то другим песням. Например, у нас там есть «Настал твой черед» песня, мы ее делаем вместе с музыкой «Нас связала». Ну, вот такие миксы. Потому что они немножко похожи... Ну, мы сами себя стебем на этом концерте. Откровенно похожи, да. И вот наш друг Антон Лобанов из группы «Хронос» как сказал, говорит, вы кавер-группа на самих себя. То есть, мы троллим самих себя. Многие вот трушные вот чуваки, которые приходят, вот эти потлаты, или там, знаешь, дяденька за сорок, который слушал Арию, Киша на серьезных щах, такой сейчас ждет, что тут будет слэм, да, и он галстук за воротник закинет и будет тоже там рвать свой пиджак. Нет, нет, этот троллинг там больше рок-н-ролла такого, знаешь, и больше юмора, больше юмора. Потому что мы между песнями на метал-концертах у нас есть возможность, да, там, потрещать с публикой. То есть, мы шутим, мы много шутим, стараемся. А здесь мы и в музыке шутим. Мы не стараемся, вообще не стараемся. В акустике мы не стараемся, да, мы и в музыке шутим, троллим себя, и всех подряд. И, собственно, и между песнями получается вообще вот такой, как ты правильно говоришь, музыкальный метал-рок стендап, да, какой-то такой. Ну, потому что, а где еще мы можем изобразить мумитрольного такого гомозвизда, да? Ну, есть такой у нас песня. И чтобы нас потом за это не закрыли, за пропаганду гомиков. Ну, как бы это, конечно, на метал-концерты, на серьезных частях ты так не сделаешь. А вот так, есть же вообще у музыкантов такая штука, как там, по-моему, последний концерт, Капустник, да? Ну, а мы делаем вот так вот, раз там в пятилетку акустика. Кстати, собрали в этот раз на акустике, хорошо. Оказывается, людям зашел такой формат. Нормально, они уже танцевать начали. Они просто привыкли к формату, да? То есть первые два концерта было мало народу. Сейчас посмотрим, о, биточек такой неплохой. А мы еще такие вещи делаем. Ну, то есть у нас там с нами ребята обычно ездят. Вот Антон Дробеленко, Саша Бачков, да, они снимают все это на видео. И, ну, раньше, как бы, мы смотрели, если есть какой-то брак на видео, там, по звуку что-то плохо проходит, поклипует или еще что-то. Мы старались не выкладывать. Ну, потому что зачем? А сейчас мы просто уже просто, вот он снял, картинка нормальная, просто людям показать, что это такое. И прямо у себя на странице выкладываем, без каких-либо проблем. И люди смотрят, о, а вроде прикольно. Короче, есть хейтеры и есть обожатели. Ну, как всегда, как и везде. И самое, что прикольное, на акустику приходит, наверное, девчонок-то побольше. Да. А почему именно целевая аудитория девушки? Потому что девушка на концерт не пойдет никогда одна. Она придет с подругой. Она либо с подругой придет, либо с парнем, а это плюс один билет. А еще она может в компанию прийти. А мужик что? Ну, мужик, вот, сорокалетний дяхан такой. О, пойду-ка пивка попью, в одно жало. Ну, то есть, мужская аудитория, то есть, либо должно быть очень много мужиков, но мужчина может один пойти на концерт. Девчонка не пойдет на концерт никогда. Ну, за исключением тебя. Ты у нас сам. Слушай, ну, блин. Этот, музыкальный, как это? Давай так, девочки в туалетку по одному не ходят, а уж на концерт тем более. А мужик всегда единоличный занял писсуар, и все, и показал всем, чем он, пометил, сколько смог. Поэтому, не, мужики, это, конечно, мы, не, мужики, вопросов нет, чисто солидарность, базару ноль. Вот, мы всегда вам рады. Вот, а если вы еще подруг приведете с собой, будет вообще огонь. Это посыл к действию, приводите подруг. Ну, или друзей. Но только тех, которые прям, реально, друзья, а не вот это вот все. В общем, вот так. Да. Вась, может, что скажешь про друзей? Ой, да не, все отлично. Вася на чили, спал три часа. Ну, это, наверное, классическая история, когда едешь в другой город, типа, спишь пару часов. Не знаю, я замечательно задрых. Прямо вот сразу лег на верхний пол, когда-нибудь там что-то ля-ля-ля-ля-ля. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Красота. Ну, что да, мы постоянно репетируем, да, видимся-то только на репетициях, и на концертах пообщаться нет. А в поезде, мне вот нравится. В замкнутом пространстве, никуда не сбежишь. Мы просто сидим, нет, у нас есть возможность пообщаться вне репетиции, вне музыки. Ну, мы сидели до ночи там, трещали, трещали, смотрим, ой, кипалки, три часа ночи. Да нас ведущая подкалывает, смотри, как нет-нет, да шилом в попу, а не убежишь из купе. А смотри, какая. Ну, так. У него паспорта, конечно, мы никого не убежим. Вова, ты гражданин Российской Федерации, можешь новый себе завести, как бы. Зачем сейчас это в прямом эфире? Я ухожу из группы, все, да. Так, прощальный концерт, да, был? В смысле, у кого? У меня уже было два штуки. Ого, ого. И что, все, он вдруг понял, что можно новый паспорт получить и уходит из группы. Мне лень получать новый паспорт, я хочу старый. Я хочу старый, мне он нравится. Там классная обложка. Ладно, возвращаемся к акустическому концерту. Не будет ли с такой программой туров, например, хотя бы по каким-то основным городам? Мы с обычной программой тур не можем сделать. Да, все работаем, потому что все заняты и времени очень мало. По поводу акустики, посмотрим, может быть, это будет совмещено, а может быть. Для начала надо выпустить альбом, то есть я хочу, то есть в планах есть записать именно акустический альбом. С новыми песнями или переаранжированием? Я думаю, что будет половина старых, а половину, вот, я хочу пойти по пути Короля Шута. У них там, по-моему, были старые переигровки, несколько новых песен они вот записали. Я хочу несколько новых песен чисто под акустику написать, да, и переиграть старые песни, как мы, именно переаранжировать в прикольном джазовом варианте с вот этим вот смешным парнем по имени Сергея Лобанова, который будет петь гундосенько так. Ну, кстати, это действительно прикольная тема, а это все пока только, ну, так, в мечтах, скажем так, либо уже есть какие-то четкие там наработки, планы по срокам. Нет, как, ты же понимаешь, альбом, он же не так, не, опять, ты встаешь по утрам, читаешь аффирмации со всей силы. У меня это просто красная линия. И такой, знаешь, отдаешь энергию там во вселенную, и вселенная посылает тебе мелодию. Нет, конечно же, оно не так. Нет такого, что я должен сесть и написать акустический альбом. У меня есть знакомый музыкант, который вот прямо у него расписано, четко у него есть план на ближайшие 10 лет, сколько у него должно быть релизов выходить каждый год. Сочувствую. Сочувствую, чувак. Ну, нет, молодец, и это у него так, у нас немножко по-другому. То есть, ну, пока материал у меня накапливается, да, я его придумываю потихонечку, потом это будет формироваться в песне, а там посмотрим. Вот, ну, пока-пока наработок, наработок маловато. Песни на три. Ну, уже что-то есть. Да. Ну, слушайте, тут тоже нельзя так подходить. Я посмотрел на современных исполнителей, там тоже. Вот, вышел новый альбом такой-то звезды. Я бы, слушай, там все одно и то же на одном тунц-тунц. Если говорить в таком формате, Арктида может каждый месяц выпускать по альбому. Не, штамповать неохота. Хочется вымучивать именно, да, чтобы в каждой песне был какой-то вот определенный посыл. Удивительно, вот мы даже сейчас концерт, вот 16 декабря будет концерт по заявкам в Москве. Блин, все заказывают такие разные песни. То есть, ну, нет, понятно, есть там хиты, там «Моя империя», типа, да, там «Валашского князя», вот она вот из нового альбома тоже стала. Вот, а вот просим вот там составить 10 песен, ну, как сет-лист из 10 песен, да, которые мы должны будем использовать. Все выбирают разные. Ну, вот нету такого, что вот. И я считаю, что это отличное достижение. Потому что публика на наши концерты ходит разная. И я даже не знаю, вот мне все говорили, вот, соблюдай конъюнктуру, пиши металл, чтобы у тебя гитара в терцию была. То есть, там, я не знаю, риффы жирные, зачем? Можно же клавиши... Если, зачем жирные риффы, если есть жирный вокалист, да? И жирные клавиши, которые тоже могут качать. Да ну нет, Дим, а в итоге что играть? Херово знает, что играть. Да подожди, ты там пока не закончился. До 20 ноября голосование, ну, как голосование, заявки будем принимать. И потом просто оставим список, да, вот... И будет 7-часовой концерт. Ну, 7-часовой не будет, будет 2-часовой, наверное, как обычно. Значит, сколько времени понадобится, чтобы сыграть все песни? Все 75 песен? Да. Да, 7-часовой концерт. Ну, дай посмотреть. У нас же песни там все разные длительности тоже. Да нет, примерно 3 минуты. Так, подожди, по-моему, 7-2. Под нашей песней можно детей делать. 75. У нас по среднему идет 10 песен в час. 225 минут. На 3,5 умножим. 262 минуты. Это разделить на 60. Да нет, Дим, давай... 4 часа 375 чего-то там сотых. Не, не совсем так. Вот смотри, у нас стандартная программа сколько? Нет, если еще трещать, тогда 6 часов. У нас в стандарте на концертах выходит 10 песен в час. Да. Ну, соответственно, 7 часов. Да не сможем мы это сыграть. Это невозможно. Это только психопаты. Дрим театр могли там 12 часов играть. Они реально... Ну, это психопаты. То есть, они просто сидели и играли. А мы же еще байки травим. А байки-то имеют свойство заканчиваться. Алкоголь тоже. Алкоголь тоже иногда заканчивается, да. Фестиваль с исполнением всех песен группы Арктида. На несколько дней. Я думаю, что, во-первых, мы тогда за билет будем брать в 7 раз больше. Потому что концерт в 7 раз длиннее будет, правильно? Логично. Ну, можно 6 групп разогрева взять, которые будут кавера на нас сыграть. Кстати, тоже вариант. Трибют тогда, получается. Подумаем. Пока такого нет. Да смотри, если подумаем. Запроса такого тоже нет. Это был гипотетический вопрос. А, хорошо. Я не хочу этим заниматься. Любой каприз за ваши деньги. В чате есть вопросы там? Молчит чат. Молчит чат. Утро воскресенья. Ну, е-мое. 14.07. У нас через 50 минут... Саундчек начинается. Да, мы уже сейчас постепенно близимся. Не, мы не к тому, что надо заканчивать. Мы к тому, что народу просыпаться пора. А, вон оно что. Ну, кстати, как раз, да, затрагивали тему вот митинг-ритов. И вот хотел задать такой вопрос. Не думали ли делать какие-нибудь, не знаю, там... Ну, знаю, что в Москве были творческие встречи. Это там по другим городам, может быть, какие-то квартирники также собирать. Если это пользуется спросом, это действительно интересный формат и вам, и зрителям. А, ну, в смысле встречи с фан-клубом-то? Ну, да. Ну, почему бы и нет? Мы-то только за. Да. На самом деле, Алина подбирала так, чтобы большинство, как минимум, могли музыкантам. Ну, да. У вас всего четверо. Серёжа обычно не приезжает никогда. Я обычно редко приезжаю, потому что много забот, хлопот, работ и так далее. Ну, в любом случае, да, если у нас кто из Санкт-Петербурга, то пишите в чат, во-первых, хотите ли вы встречу с группой, а во-вторых, приходите на сегодняшний концерт в Клуб Джаггер в 20.00 начало, площадь Конституции, дом 2. И предлагаю сейчас послушать ещё одну песенку, что мы включим на этот раз. Давай что-нибудь позлобнее. У нас что там идёт? А был... Память. Великий полководец, давай нагоним плохой погоды, давай, может быть, у нас там позвезд есть? Нет, позвезда нет. Моя империя есть, атака мертвецов, зачем мы уходим? Ну, давай атаку мертвецов тогда. Это единственная наша двухмиллионная видеозапись? Да. Два миллиона запрещённой в России сети просмотров. А Ютуб запрещён? Да, по-моему. Ну, в смысле запрещён? Роскомнадзором запрещён. Даже в Яндексе выдают, что он запрещён. Да? Да. Придут, походу, дяденьки всё-таки, да. Ну, добро пожаловать. Монетизации, как минимум, нет. Ну, это да, а называть-то вроде пока ещё можно. Это вот другую сеть уже нельзя называть. А Ютуб пока ещё живёт. Я загуглю сейчас пока. Окей, а мы пока слушаем. Мы называем «Красная кнопка». Хорошо. Арктида, атака русских мертвецов. В прямом эфире на радио шоу. Арктида, руки вверх. Хэндехох. А имя дедов и отцов, атака русских мертвецов. Погонимся за смертный бой. Героя первой мировой. Прямом эфире на радио шоу. Дик-пик. Прямом эфире. Пик-пик, я проверил микрофон. Я пытаюсь зайти красиво. Саундчек, саундчек. Пик-пик. В общем, в прямом эфире на радио шоу. Программа «Рокология». Для вновь подключившихся. Рокология. Сегодня группа «Арктида». Ты просто подумай. Рокология. Да, я знаю. Ну, то и был посыл, понимаешь? Ты же название туда придумали. Ну, давай, ты обещала нам сейчас жесткие вопросы. Давай, разноси нас. Сейчас разнесу. В этом году у группы вышел альбом «Музыка ветра, земли и огня». Офигеть, все. Открытие века. Да. Писался он изначально под Сергея Подкосова. Опа-на! Вот она где зарыта! А вот и вы. Насколько тяжело было записывать Сергею Лобанову песни, которые писались под вокал Сергея Подкосова? Так мы их переписывали под Сергея Лобанова потом. Все очень просто. То есть были аранжировки под Подкосова, потом мы сделали под Лобанова повыше, помощнее, погромче. И насколько вообще тяжело, тяжел был процесс и сколько по времени это все дело заняло? Процесс чего? Ну, перезапись, то есть переделывание материала. А я ничего не перезаписывал. Я записывался заново. Ну, тут, наверное, больше к Васе вопрос, потому что Вася переписывал материал, наверное, раза по пол... Ну, условно, полтора альбома он переписал заново. Ой, 0,7... Сколько? По половину альбома ты, наверное, переписывал партии, гитар и... Вася, у нас умный басист, трезвый басист, потому что он гитарист. И бас партии тоже приходилось переписывать. Вот. А клавиши, поскольку я решил работать немножко по другой системе, то есть сначала записать всю ритм-секцию, вокал и под вокал уже клавиши писать. Вот так. Я хитрожок. Но у нас с Димой... Вот смотри, если говорить прям по-серьезски, то у нас... Мы как подошли к записи? Я понимал, что уже Сергей записал весь альбом. Ну, или практически весь. Вот. И мы с Димой договорились, что я не слушаю, что Сергей записал. Чтобы у меня было свое прочтение, чтобы я не ориентировался ни на что. Это был принципиальный момент. Только так мы, собственно, сделали то, что сделали. Я думаю, что... Ну, любой бы вокалист подошел примерно так, поэтому у меня лично диссонанса никакого не было. Я не знаю, что записал Сергей. Наверное, тоже наверняка очень круто, потому что... Просто потому что Арктида во главе с Димой не дает делать херни. Вот. Ну, просто принципиальный момент. Поэтому там тоже... Ну, кроме отбирания паспортов сотрудников. Ну, это другое. Это уже организационный момент. Вот. Поэтому там тоже, наверное, в загашнике что-то есть классное. Но никогда в свет это не выйдет. То есть, принципиально не будете выкладывать ничего? Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Даже за 2 миллиона долларов. А вот Дима молчит. За 2-100 подумаем. Вот за 2-100 подумал. Я хотел эту шутку с языка снять. А, не надо с моего языка ничего снимать. Жена для этого есть. Боже мой. Да. Пошли шутки за 35. Долларов, да. За шутку. Василий, подержишься? Василий, подержишься за мой микрофон. Что, про альбом рассказать? Да. Как много я чего там перезаписал? Да. Тебе сказали делиться. О, работы было очень много. Писал я очень долго. И переписывал вот он тоже очень долго. Потому что гитары, во-первых, они в квадро. Это значит, что не 2 трека, а 4. Вот, бас тоже. Я же вообще не очень-то басист. Но пришлось побасить немного. Ну, как немного? Много. На все 19 песен. Да, там же еще песен в вагон. В общем, работы было много. Но я закончил раньше всех. Дважды. Это факт. Четырежды раньше всех. Соответственно, и ждал я дольше всех. И самое смешное, что я попал в ситуацию, можно сказать, стороннего слушателя. То есть я записал и забыл. Больше всех. А вы услышали как новый песен? Да, потом послушал через долгое время. Года через два. Можно сказать, с чистого листа. Ну, то есть у меня такая специфическая ситуация получилась. Василий учил заново альбом, который он записал. Ему пришлось заново учить все эти песни. Не, ну я так на самом деле всегда делаю. Даже и без альбома. Потому что записал, забыл и все. Оно вот так вот сразу. Писать надо быстро, без разучиваний. Поэтому записалось. А потом пытаешься снять, вспомнить, что ты играл. Ну да. Да, да, да. Как ты это сделал? Вот. Так что записано. Ну, писалось очень долго, реально прям. Очень. И выноси. И потом еще после аранжировок, да, переделанных приходилось китары переписывать. Приходилось дописывать мелочевки, да. Да, так что работа была проведена титаническая. Да, Вася, ну конечно, спасибо большое за это. Да, за это терпение. Пожалуйста, обращайтесь. Телефон 8-9-0-2-6. Да, да, да. Мои расценки есть на сайте, да. А жесткий, жесткий вопрос теперь давай. Что делать, если мнение вокалисты и автора расходятся по поводу звучания той или иной композиции? Ищется компромисс. Только так. Да? В принципе. А можно было все-таки, да? Ну мы как? Мы делаем по-твоему, потом по-моему, а потом выбираем лучший вариант. Подожди, стой, стой. Вопрос звучит так. Если не нравится звучание. То есть это вопрос вообще звукорежиссуры? Или ты про исполнение? Исполнение. То есть подача материала. Ну мы сначала идем на улицу, разбираемся по-мужски, а потом... Причем не друг с другом, а с кем-нибудь другим. Да нет. Шутка, шутка. Слушай, ну, кстати, вопрос прикольный. У нас, я бы не сказал, что у нас много было таких вариантов. Мы просто записывали оба варианта, слушали и приходили к чему-то общему. И, ну, давай так, по-честному. Я не композитор, да? И я не аранжировщик. Поэтому, ну, я обычно доверяю Диме. У нас вот в третий приход очень сильно, на самом деле, много чего поменялось. Я понимаю, что Дима задумывает в целом всю композицию, и он изначально понимает, как это должно звучать. Я слышу, что здесь, может быть, типа, можно было бы, ну, то повыше здесь, можно было бы, там, почище, или еще что-то. Дима это слышит не как вокальную партию, а как вот именно в комплексе трек. Поэтому чаще всего, ну, мы либо приходим к чему-то компромиссному, что нравится обоим, либо я просто доверяю Диме, потому что он эту песню сочинил, ну, откровенно, что мне выпендриваться, когда весь трек, по сути, изначально родил, проспонсировал он, да, ну, это не совсем правильно. Про саунд продюсировал, скорее, спонсировал. Ну, в том числе. Плюс есть еще важный момент. Дима в вокале, как ни странно, шарит больше, чем я. Объективно. Потому что, во-первых, он многих вокалистов записывает. Это раз. Ну, это моя работа, да. Да, это его работа. Второе. Он слышит со стороны. Я все-таки предвзят. И третье. Он к педагогу по вокалу ходит, если что, в отличие от меня. И он, ну, он реально, он многому меня обучил. И то, что я сейчас представляю себя на сцене, это работа Димы. Ну, то есть если... По вокалу. Да, по вокалу, конечно. Вот. И сейчас... А то, что ты мракобесие творишь, это... Это нет. Это ты сам. Это ты сам. Да. И, ну, собственно, у меня вот сейчас, я очень долгое время выздоравливаю, да, и, ну, как бы, собственно, фониатор уже говорит, все, типа, баста, заканчивай. А Дима, ни хера, давай распеваться. И вот он со мной занимается. Поэтому, почему я не должен доверять человеку, который, по сути, сделал все для группы, положил туда всю свою жизнь, он точно не хочет худшего для своих песен. Ну, это, да, в принципе, все вполне логично. Вот. И ты, да, пишешь песню, то, получается, все это рождается исключительно из головы, либо там есть какие-то, например, там пишешь, там, эта песня должна быть похожа вот на этот кусок там композиции. Это вот на этот, то есть собирательный какой-то образ получается. Дим? Слушай, если уж говорить об образах, это уже ближе к поэзии. Я, поскольку музыкант, ну, композитор, а у музыки есть такое выражение, нету контекста. Поэтому контекст ей дает текст, как ни крути. Вот. То есть есть какая-то эмоциональная, да, там, какой-то позыв, да, там, наиграл я там, условно, вступление кота Бегемота, да, ну, то есть слышала, да, эту песню. Вот. Она, вот, она просто родилась, и я думаю, ну, что, прикольная задумка, давай-ка я ее оставлю. Оставил, не поверишь, в каком году я ее написал. В 2009-м, по-моему, если я не ошибаюсь, вот эту вступу, и она вот только сейчас увидела свет, то есть развилась до песни, до полноценной. Вот. А предложить, а именно образ самого кота Бегемота предложил Юрий Бондарев, наш новый пришедший поэт, который написал, кстати, большую часть, наверное, чуть меньше половины альбома, текстов к альбому написал вот наш новый, скажем так, сотрудник, молодая, молодая кровь. Вот. И текст реально, то есть песня приблюзованная, да, такая, даже, я бы назвал, шафл-роковая, да, и очень хорошо подходит там под образ антрепренера. Он это почувствовал. Говорит, вот давай вот так. Я такой, почему бы и нет? Я не люблю просто Булгакова, не люблю Мастера Маргариту, я его прочитал шесть страниц и закрыл. Ну, он такой говорит, блин, прикольно, прикольно, давай. Я написал текст, напил, прикольно. Я представил, как это еще Серега будет, ну, часто мяукает, вот, ты просто не слышишь, как он, не слышала, как он распивается. Вот в гримерке мы сидим, там у нас грим наносится, грим, макияж, давайте уже будем честными, да, некоторые нас там голубками называют, нет, мы гримируемся. А Серега, как будто кота без наркоза тупым ножом кострюляет, ну, распивается, распевки делает в сортире, там еще акустика это все подчеркивает, то есть там ржач такой идет, этот орет. Ну, то есть, в принципе, да, ему образ кота-бегемота очень подошел. Такой же сметану любящий, да? Да, да. Не, ну, действительно классный образ, и, ну, по-моему, там все сошлось. Валашский князь, ну, это прям вообще. Ну, вообще, на Валашского князя больше я похож, на румына какого-то. Но Серега по драматизму, по голосу, конечно, это же Балашский князь, Позвист, это вот как раз вот боевая тема, это сильная сторона вокала Сергея, наверное, да. Ну, да, я как раз к этому тоже относясь, слышала часто от фанатов, что было бы прикольно оставить Подкосова на баллады, а Лобанова на боевики. Вот что думаете на этот счет сами? Есть такая порода людей, называется вокалисты, и у них так много тараканов в бошках, а если будет две бошки с огромным количеством тараканов, не, это просто невозможно, потому что вокалисты это самые сложные люди вообще в работе, ну, по отношению ко всему, они же должны быть, что я самый классный, я в центре внимания, я, я фронтмен, и он должен, нет, он должен с этим состоянием выходить на сцену, он меня спрашивает, что ты не понимаешь, я говорю, ну, мне нравится играть, во-первых, на клавишах, я не чувствую себя вот, а, вот такой вот, знаешь, вот этот вот, как это, я самый красивый, и два часа в зеркало смотреться от того, как, ну, и там у меня бицуха там, или там, ага, мой голос такой великолепный, нет, вокалисты, у них должно это быть, вот, а когда их будет два, это будет, нет, мы... В смысле два, я так не делаю. Ой, брусьте, супер, брусьте, мы, у нас просто с Вовочкой, с Васей бошки повзрываются, там, два... Не, ну, давай так, если действительно говорить о красивом исполнении баллад, мы всегда можем пригласить Диму Скиданенко, вообще фантастика, мы всегда можем позвать Мишу Нахимовича, который так споет дождя, что будет дождь из слез, ну, то есть, можно приглашать гостей, конечно, вот... Ну, просто я никогда не видел Арксиду с двумя вокалистами, ну, это как-то... Двух вокалистов, кормить, возить... Да, они еще и подерутся, и прикинь... Лишний рот хуже пистолета, да... Вокалисты подерутся, останется все равно я... Да, у вас тут укомплектованный состав, и в купе все влазят, и в машину... Да, мобильно очень все... Ну, только не во всем машину, как выяснилось, да... Ну, это было исключение, странное исключение... Абсолютно... И вот у вас тоже есть отличные песни под разные ситуации, то есть, там, например, песня поезда под поезд... Да, она наконец-то хорошо прозвучала на альбоме, наконец-то, а то ее слышать невозможно было... Ну, я с тобой не соглашусь, потому что... Ну, я знаю, я знаю, я знаю... Но бытует и мнение, что наконец-то она прозвучала хорошо... Между прочим, я всегда под эту песню уезжаю в Москву именно на поезде номер 27, а поднимайся, стоит на будильнике в твоем исполнении... А-да, все-таки, ладно, позаболкаю... А разве есть поднимайся в исполнении Сереги? Нет... Концертная только? Ну, вдруг, там, я не знаю, где-нибудь какую-нибудь концертную поставила бы, а нет, именно вот в исполнении Лобанова. Так вот, то бишь, все песни, они такие... Может каждый найти себя, то есть, актуально, ну, как, в принципе, и везде. А вот конкретно эти песни создавались просто вот так само вышло, либо это было целенаправленно под определенную там аудиторию, скажем так, писалось? Никакой цели не было. Просто рождается музыка, рождается музыка, а потом отдается, эта музыка отдается поэту, и мы вместе там подбираем тему. Вот, то есть, нету такого, что я проснулся, принял позу собаки, которая не похожа на собаку, прочитал эти самые вот эти вот аффирмации, и потом такое говорю, все, эта песня будет про поднимайся, и будет она про моего... Уставшего друга. Уставшего друга, да. Поднимайся, дружок. Солнышко мое, вставай! У меня были попытки сделать что-то конъюнктурное. Я вот писал где-то текст про программистов. Ну, вообще, вот то, что я написал, нельзя показывать здоровым людям. Поэтому попытка была, с моей стороны, неудачной. И, ну, каждый ваш релиз не обходится без таких шуточных песен. Специально такой концепции придерживайтесь или разбавляйте материал, потому что надоедает серьезными мужиками быть. Слушай, уже надоело, да. После 30 хочется уже... Мы поняли одну вещь, что музыка, какой бы она серьезной ни была, это все равно развлекательный контент. Как ни крути, это медиа, пространство, оно должно радовать людей. Кого-то заставить поплакать, да, например, это разимбаум, да, там сидишь, там налетела грусть. Или там, а, нет, там накатила грусть, да? Налетела грусть, накати и ты. Я почему-то всегда так пою. Но не суть. Под разное настроение, да, разные музыканты. Мне всегда хотелось именно писать разную музыку. Не то, что вот пошел позвиз, да, то есть такой боевой металл, да, там. Говорят, о, русский саботон. Я говорю, ну, нет, мы не русский саботон. Вот смотрите, какие песни есть. Не, это какая-то херня для девочек. Разные эмоции. И хочется в одном коллективе как-то вот уложить именно что разносторонность, правильно? Разносторонность, разностороннесть. Разностороннесть, да. Ну, короче, вот мы поняли друг друга. Короче, разные стороны, да, творчества хочется показать. Все грани. Можем погрустить. И прикольные вещи, веселые. Вообще, это все пошло с Дня дурака, с 1 апреля. Мы что-то на 1 апреле выложили одну песню. Не помню, по-моему, басист или какого. Ну, в 15-м или 16-м году выпустили песню. И что-то так понравилось. И повелось вот так традиционно, там, раз в год на 1 апреля рожать какой-нибудь, там, вот этот высер такой прикольный. При этом на концертах эти песни воспринимаются проще, потому что они веселые, под них можно потанцевать, поржать, то есть, опять же, вызывать улыбки. А когда человек улыбается, он начинает тебя, ну, любить, потому что ты заставляешь его смеяться, радоваться, то есть, позитив вызываешь у него. То есть, в целом, да, хочется больше веселых песен, потому что реально надоели уже... Ну, мы уже очень много альбомов на серьезных щах про войнушку написали, все, что только могли. Если писать про это дальше, так, не знаю. Нет, будет, будут, будут. Ну, просто появились вот веселые разогатые песни. Да мы просто не хотим, не хотим ограничиваться. Ну, жизнь, она же не ограничена чем-то одним. А мы, ну, мы вот сколько раз об этом уже говорили, что мы пишем про жизнь во всех ее проявлениях. Про воинственность, про любовь, про дружбу, про веселье. Про драки на улице. Про драки на улице. Все, все, что есть в жизни, мы про это можем писать. Мы имеем право на это писать. Да все имеют право на это писать. Да, все имеют право. Это, кстати, вот про наставление для музыкантов. Пишите, ну, что хотите. Если хотите, заниматься творчеством, опять же. Если хотите заниматься бизнесом, тогда нужна конъюнктура. Мы занимаемся творчеством. Поэтому мы бедные музыканты. Я не знаю Кто-то, может быть, знаешь, что сказать? А ни хрена, сколько вы зарабатываете Словно, да, какие у вас гонорары Как вы этого добились? Понимаешь? Не понимаю Кто такой может сказать? Видимо, у вас разные гонорары У Димы один, а у Сергея другой Ну, у меня не может быть больше, чем у Димы гонорары Ну, ни в коем разе, все поровну У нас, да, у нас равноправие Никакого нет, нет вот это, что я на правах автора песен Забираю себе больше, нет такого Ну, если только мы про деньги Да, а ты про что? А, я сейчас не скажу Ты про женщину? Нет Ты женат, все, поздно Кстати, оказывается, у меня жена сейчас слушает в эфире Надеюсь, без детей А то я тут такого наговорил Ладно, возвращаемся к адекватному тогда раз Ой, спасибо большое Какая ведущая лапочка сегодня? Возвращаемся к адекватному Машков, здрасте Забор покрасится Не так давно в группе появилась интересная рубрика А вы знали, что? То есть там идет пояснение песен Вот, такая минутка истории И вообще, насколько, ну, знаю, что некоторые музыканты Они не любят делиться с аудиторией Историями песен Потому что это может испортить картину Которую слушатель себе создал Как вот, что вы думаете на этот счет И насколько открыты рассказывать там Историю создания песен Их, ну, что в нее вкладывали и так далее Слушай, ну, они, ну, люди увидели что-то в этом Ну, скажем, в песне «Моя империя» Кто-то увидел Российскую империю Кто-то увидел Советский союз Кто-то увидел Петровские времена Кто-то увидел там, я не знаю, Монгольскую империю Неважно Вот Но мы рассказали, что это собирательный образ И для них это, я считаю, имхо Что открывается новая грань Оказывается, нету там ни Монгольской империи Ни Татаро-Монгольской, да-да Никакой империи Ни Российской, ни Османской нет Это просто собирательный образ Художественно, ну, художественно преподнесенный людям Вот То есть для них это, мне кажется, даже будет интересно Ах, вот как песня вот эта зазвучала Самые интересные были отзывы Вот, допустим, песня «Настал твой черед, и пусть навеки будет свят несущий свет» Вот Ну, прямая отсылка, конечно же, к Архангелу Люциферу До его падения До его падения, да То есть он был Деницей Он был Так называли Венеру, утреннюю звезду, да Которая несет за собой солнце, да Сегодня только обсуждали это в столовой Да Сегодня только это обсуждали в столовой И, понимаешь, люди просто в моменте в музыке Они могут это прослушать И новые грани открываются, когда ты немножечко приоткрываешь Я же не весь смысл песни рассказал А вот именно, у нас там именно строчки же какие-то, да Ссылка там на, отсылка к музыке ветра, земли и огня Что это к Варкрафту, да, там, поэт вот рассказал Говорит, я услышал эту фразу О, давай-ка мы так и сделаем Музыка ветра, земли и огня То есть наоборот Это наоборот открывает новую грань И мне кажется, это зрителям, слушателям будет интересно Ну да, это действительно интересно Потому что вот есть у меня паблик «Курлыкающий металлист» Кто не подписан, подписывайтесь Там как раз-таки я люблю посвящать недели конкретным группам И разбирать альбомы с поиском скрытого смысла Что туда вкладывал автор и что я там вижу Ну вот Арктиде у нас недели тоже были И вот всегда интересно, то есть Какое мнение было у меня И что именно подразумевал действительно автор Вот так вот сравнивать, открывать что-то новое Это всегда интересно Если честно, я не помню, кто это сказал По-моему... А, по-моему, Достоевский сказал Ему задали вопрос Что вы имели в виду? Что имел, то и написал Вот, в принципе, это гениальный ответ Все, что имел, то и написал То, что вы там поняли, это ваши проблемы Как-то так У нас тоже были ситуации Такая вот отсылка Когда кто-то что-то пишет в комментариях И то я иногда, а то Дима хочет что-нибудь ответить И мы его друг друга успокаиваем Дима, хорош Все, что хотели, мы сказали в песнях Остальное, не лезем У нас вот есть такое Стараемся не влезать Ну, кстати, мне вот было интересно Когда именно Сергей Подкосов объяснил Что песня Твой последний танец Об Эдите Пиаф Вот, то бишь Я об этом не знала Что ее так называли И это было вот интересное открытие Ну да, Пиаф это воробей по-французски Вот Даже не по-французски А есть такой язык арго Это знаешь Ну, типа жаргон Вот, и Пиаф это воробей И у нас есть там От песни воробьиной строчка Я не помню, как там уже она там идет Грин течет Грин течет усталого лица От песни воробьиной Да, вот именно Вот это прямая отсылка именно к ней То есть она поет воробью Ну, как ее уже называют Ее называли Петит Пиаф То есть маленький воробей Вот Но опять же, это все Такие пасхалки сложные Они сложные Ну Никто не будет в этом разбираться Но нам пофиг Мы занимаемся творчеством Если бы мы занимались конъюнктурой И ремесло Мы бы делали более простые пасхалки Про спайдерменов Про паутину Брызгающую из рук Или на руки Эльфов, гномов и так далее Но эльфы, гномы Есть другие Которые к вам придут Которые визжат И поют про Про путь И про конец тупика Ну Такие Слабые отсылки Никто ничего не понял Да Пасхалки Да И вот как раз Программа Называется Рокология Вот И у нас тоже есть Традиционный такой вопрос Который мы задаем всем Если ты встретишься Что ты спросишь у него В первую очередь Не надо дудя включать Не дуди Ну давай Про размер Про размер Да Давай Василий ждем Мы ждем Ваш персональный рецепт Как избавиться от всех болезней Посредством музыки Слушайте Включаешь в плеере музыку Группа Арктида Идешь к врачу И избавляешься от всех болезней Или Сегодня Ваш персональный рецепт От всех болезней Покупаем билет на концерт В клубе Джаггер Группа Арктида Вас вылечит Посмеемся Попоем Погрустим Группа Арктида В клубе Джаггер Дешевле Чем психотерапевт Определенно И приятнее Причем значительно Вот Поэтому всем Да Сегодня Площадь Конституции Дом 2 Клуб Джаггер 29 октября 20.00 Санкт-Петербург И все кто из города И близлежащих мест Приходите на концерт Приезжайте Прилетайте Приползайте В общем все что хотите Спасибо вам за эфир Было очень интересно И познавательно пообщаться Мы Закончим его Сразу поставим Две песни подряд Это у нас Грустненькую сначала поставим Мы же уходим И вот хотелось спросить Зачем мы уходим А мы уходим Потому что Моя империя не ждет Да 22 Да Спасибо в общем Всем за эфир Было интересно Познавательно Слушайте радиошок И приходите На концерт группы Арктида И до новых встреч Дикпик 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 Их он не палит в трисяти раз Не верю я, нет, не верю я В то, что пала моя империя От славы на плави, зато плави плави От народа сидят сутоки Не верю я, нет, не верю я Что засунула на лет земля моя Когда миссия для нас уходи не удастся Я не знаю, я не знаю Старый черный порог лужа Цвет уже не беспорядочек Но вода, холод и булок И то, что привело к тебе не счет Старый черный порог лужа Смерть забудет моя земля Старый черный порог лужа Смерть забудет моя земля Веждая в военную, встал ее рассвета В море возмертель снова сладан Их дождались воли, украдались Не поднимаясь в любви и закрывал Не верю я, нет, не верю я В то, что пала моя империя В то, что пала моя империя За татарин вдали На трое сидят шумы Не верю я, нет, не верю я Что засунула на лет земля моя Когда миссия для нас уходи не указ На днях мне не ровно кричать Что засунула на их Dublin Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok